Радио 54 Когда там встречаешься с такими очень интересными личностями то всегда все спрашивают О, а вы же тоже живете в Лисей Бухте? Ну потому что мы с мужем такие творческие тоже личности Мы говорим, нет, мы живем у бабушки Они говорят, обязательно езжайте в Лисей Бухту сходите хотя бы посмотреть на то, что там происходит Вот мы взяли палатку, специально купили для этого дела, купили билеты на самолет взяли ребенка и поехали То есть до этого вы останавливались у бабушек? Да, в санаториях В санаториях тоже были, да? Ну в таком Если сравнивать вам понравилось где больше? Конечно в палатке Ты просыпаешься Палатку мы не закрывали, потому что жарко Открываешь глаза и ты уже на море Вот оно море, как я вас вижу То есть руку протяни, волны бьются Тебе не надо чистить зубы с другими людьми говорить доброе утро никому ничего не надо Чайке привет и ты идешь купаться Все Подождите, то есть других людей не было на этой территории, кроме вас? Ну я так понимаю, это был такой год Потому что, как нам сказали Обычно там стоят палатки в три ряда до линей моря Впритык друг к другу вплотную Я почему-то так это себе и представлял Да, когда мы приехали был сильный ветер Прям буквально накануне И половина путешественников уехала И когда мы поставили палатку Мы приехали уже ночью, в темноте Честно говоря, я прокляла все на свете Думала, что ненормальный подтачится шестилетним ребенком с палаткой В пустоту там не было никого Мы поставили палатку на абсолютно пустом берегу Когда проснулись, следующие палатки Ну метров сто, сто пятьдесят были А так вот, ну просто никого Просто ходят чайки Все Какой это был месяц? Август Август Самое первое Ну это такой месяц-то Жар Нет, я к тому, что там очень много отдыхающих должно было Да, просто ветер был такой Те, кто остались, нам потом рассказывали Что, допустим, сидели трое мужчин Спинами вот так в палатке Чтобы дуги не сломало Ого И вот их туда придувало Так, что палатка просто складывалась Вот совсем А если выйти наружу То там же песок Ну просто невозможно находиться Какие-то дни приходилось Выходить из палатки Сразу в очках Плавательно Готовили на костре, да, или как? На горелке На горелке С дровами там Это надо с собой все взять Ну, горелку, да, палатку Да Что еще порекомендуете взять тем Кто собирается вот таким образом отдыхать Вот, допустим, там же в Лисей бухте Обязательно тент Потому что, опять же, смотря какая палатка Но в нашей невозможно находиться днем И весь день на этой жаре пребывать очень тяжело Поэтому мы натягивали тент И под тенью там загорали Да, это очень удобная штука, да, нужная Согласен И к тому же там на берегу нет деревьев То есть там просто песчаный пляж Спрятаться Гора И все Никакой растительности Ни кустиков, ни растительности Она как бы есть Но это такие расщелины Все, естественно, злачные места там заняты сторожилами То есть вот так с бухты-барахты приехать И найти себе хорошенькое местечко под кустиком Не удастся Дельфины Просыпаешься утро Рассвет Обычно это 5.30, 5.45 Встает солнышко Небо красное Вода синяя Потом все голубеет Розовеет Это, ну, непередаваемая гамма оттенков И вот представляете В этом всем Ну, конечно, не на расстоянии вытянутые руки Но вот они настоящие Живые на своде Вот прыгают спинками Блестящими И это, ну, на самом деле с тобой происходит Ты такой смотришь Вокруг никого нет Чайки ходят Дельфины прыгают Солнце встает Тишина Еще, наверное, хотите туда поехать Нет? Нет Почему? Теперь почему? Так описываете это все сладкое и вкусное Если вы столкнулись с какими-то трудностями Сейчас же будет проще Не будет проще Основная трудность это ветер Вот тот ураганный ветер не повторился Но вот две недели из четырех дул ветер Он начинает дуть И он не останавливается Чтобы вы понимали Насколько он мощный Вот спальники Их же делают из очень тонкой ткани Такой, ну, это Профессиональная ткань С какими-то свойствами Мы потом ее пришлось распороть И вытряхнуть оттуда По килограмму песка Из каждого спальника То есть он настолько дует Что продувает все Как в пустыне Как в пустыне Там чуть ли не в легких этот песок В ушах песок В глазах песок Надо просто место поудачнее выбирать Может быть по каменисти нет Или нет Ну, возможно, в другом месте Не в лесе и бухте Но тогда вы не встретите Таких уникальных личностей Надо быть готовым Вам еще общение баловато Да, то есть помимо моря Там еще и вот эта атмосфера, да, творческая Конечно, конечно У нас как-то ночью ребенок говорил Что кто-то ползает Мы посмотрели всю палатку Так это он самый ползает Да, мы ему так сказали Ты самый ползаешь Спи, давай спать Скоро вставать Скоро рассвет Пропустим дельфинов Все нормально Спи Прям в палатке ему казалось Кто-то ползает Да, да, да Ну нету, никого нету Шутит, притворяется Естественно, утром мы нашли Огроменную скалопендру Она величиной с моей ладонь Жуткие эти лапы Ой, просто жесть Она была живая Конечно, она была живая Но никто не пострадал Нет, они в августе уже не опасные Ужас какой В июне опасные В конце мая, в июне Сказали, они ядовитые Если проползут Да, такой ожог Вот еще один лайфхак Твой дом Твоя область Новосибирск 106,2 FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok